Нет. Я думаю, что очень смешные моменты, когда все можно решить по телефону, когда там главы государства могут просто договориться, о чем смешные какие-то моменты, когда платежная система начинает брыкаться, как ишаки, когда какие-то вводятся санкции против каких-то первых лиц государства, которые там так далее. Вы же понимаете, что люди не глупые, что если они понимают, что если там что-то, даже если что-то там есть, то это уже спрятано там, 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 и три сальдо найти очень сложно Америке отобрать. Поэтому я считаю, что это глупости. Я считаю, что все равно будут некоторые моменты каких-то ссор, но я думаю, что санкции не коснутся простых нормальных просто людей, потому что, во-первых, это огромный рынок, это огромная индустрия, это большой переход капитал. Просто вот туда и туда, и никому это не выгодно. Я считаю, что это просто игры такие, заигрывания, какие-то ухаживания, какие-то щипки, и просто вот какие-то вот такие смешные моменты. Конечно, в целом этого не коснется, потому что экономика вообще мировой просто круговорот денежный, он очень сильно зависит от тебя, от меня, от соседа, от американца, от француза, голландца и так далее. Потому что я считаю, что все платежные системы сейчас выстроились достаточно в какую-то очень единую, хорошую, гибкую систему, и нарушение некоторых приведет к краху других. Поэтому ничего не бойтесь, а то, что там запрещает каким-то важным шишкам-боссам въезд в Россию, я думаю, что по каким-то другим каналам они всегда смогут приехать туда, куда хочешь, и позагорать в Майами. Продолжение следует...